Виолетта Ефименко Рыба попадает, и йод разлагается, экология нотится в большом ущербе. На водоемах страны проходит акция «Всероссийский день без сетей». Мы этот мир должны беречь. В Доме детского творчества состоялся отчетный концерт творческих коллективов. Специально к празднованию 780-летия города Вязьмы в серии «Древние города России» появится монета номиналом 10 рублей. Лицевая сторона монеты осталась без изменений, а на обратной стороне появился герб и панорама города. Памятная монета выполнена из недрагоценных сплавов и имеет свободное обращение наравне с традиционными денежными средствами. В первую очередь монеты поступят в регион, в котором находится увековеченный ими город. Но так как 10 рублей были отчеканены в Смоленске, где в настоящее время пересчитываются, жителям областного центра они тоже непременно достанутся. Тираж монеты составляет 5 миллионов штук. Социальное такси для смолян с ограниченными возможностями появилось в области еще в 2013 году. Более 13 тысяч жителей Смоленска уже воспользовались услугами такси и остались довольны этим сервисом. Воспользоваться такси бесплатно могут участники Великой Отечественной войны и лица, которые стоят на учете в Центре соцобслуживания. Добраться до автомобиля пассажирам социального такси помогают сотрудники Центра обслуживания. Они встречают пассажира у двери квартиры и на специальном оборудовании комфортно его спускают. Сам автомобиль оснащен всем необходимым для перевозки людей с ограниченными возможностями, в том числе ступенькоходом. Воспользоваться услугой такого такси можно позвонив в социальный центр Смоленска по номеру 64 80 83. Ловить рыбу на водоемах нашей страны можно свободно и бесплатно, но в пределах установленных правил и норм. Напомнить рыбакам об ограничениях и последствиях недобросовестной рыбной ловли призвано мероприятие «Всероссийский день без сетей». Мало кто и жители области не знает, что рыбалка с 25 апреля по 1 июня на Десногорском водохранилище запрещена. Правда, из тех, для кого запрет этот не более чем пустой звук. Сегодня, 17 мая, акция «Всероссийский день без сетей» призвана пресечь нелегальную ловлю рыбы с использованием плетеных ловушек. Вред, который наносит эта привычная конструкция, недооценивать не стоит. Рыба попадает, питьет, разлагается. Экология относится в большой ущерб. Также, естественно, не успевает размножаться. Широкомасштабным способом это мероприятие проводится впервые. Силами Федерального агентства по рыболовству совместно с активными гражданами этот рейд проводится в 30 субъектах федерации. На Десногорском водохранилище к патрулированию подготовлены 5 катеров с представителями казачества и Смоленской АЭС. Смоленская станция занимается биологической мелиорацией водоема-охладителя, выпуская растительноядную рыбу, тем самым поддерживая экологическое состояние водоема-охладителя и качество поддерживающей технической воды, подаваемой на блоки нашей станции. Для удобства проведения рейда водное пространство водохранилище было поделено на 4 участка. Задача была очистить водоем от снастей и провести профилактические беседы с нарушителями законов о рыболовстве. Несмотря на, казалось бы, безлюдный берег водохранилища, были обнаружены несколько незаконных конструкций, предназначенных для ловли рыбы. Три ловушки, две рыболовные сетки, шесть так называемых экранов и один административный штраф. Таким уловом могут похвастаться экипажи в ходе сегодняшнего рейда. Тем не менее, Десногорская водохранилища отличается редкими случаями нарушения законов о рыболовстве и имеет положительную репутацию как среди рыбаков, так и среди туристов. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленскую справительную колонию номер 6 злоумышленники с помощью квадрокоптера пытались передать запрещенные предметы. Три мобильных телефона и сильнодействующий медицинский препарат в таблетках. Но летательный аппарат с привязанным к нему свертком запутался в ограждении. И был обнаружен оперативными сотрудниками. Людей, управляющим гаджетом, задержать не удалось, так как они скрылись с места преступления на автомобиле. В настоящее время по данному делу проводится проверка. Следователи выясняют, кому принадлежал квадрокоптер и кому предназначалась посылка. За данное правонарушение законом предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов и веществ. Житель Смоленского района организовал нелегальное производство алкоголя с целью дальнейшей реализации фальсификата. Почти 7,5 тысяч бутылок поддельного коньяка, водки и виски, 13 канистр спирта и рулоны псевдоакцизных марок смоленские полицейские обнаружили при обыске помещения в микрорайоне Южный. Все изъятое было направлено на экспертизу, которая подтвердила фальсификат. Примерная стоимость контрафактного алкоголя составила около 2 миллионов рублей. Хозяин нелегального производства, мужчина 33 лет, взят под стражу. За совершение данного преступления ему грозит до 6 лет лишения свободы. Новый цветочный арт-объект появился в центре Смоленска. Клумба в виде палитры с кистями установлена возле художественной школы. На ней цветут бегония, бархатцы, калеусы, агератум – цветы, которые выдержат холодные ночи и ненастную погоду. Установили необычную клумбу сотрудники Зеленстроя. Заготовки для цветочной экспозиции начали делать еще зимой. И сейчас клумба предстала перед смолянами и многочисленными туристами во всей красе. Сотрудники Зеленстроя надеются, что их арт-объект найдет положительный отклик у всех. И подобные конструкции появятся и в других районах Смоленска. 16 мая в Доме детского творчества прошло традиционное и торжественное мероприятие. В течение всего года воспитанники и педагоги готовились к отчетному концерту. Чем порадовали зрители юные десногорские таланты, смотрите далее в сюжете. 34 года Дом детского творчества успешно ведет свою работу по воспитанию детей. Здесь занимаются более 800 воспитанников, талантливых малышей и выпускников школ. Дом детского творчества для каждого из них действительно стал вторым домом. Здесь ребята взрослеют и развивают свои таланты, постепенно превращаясь в яркие звезды на Десногорском небосводе. А возглавляет Дом детского творчества и его дружный коллектив Елена Долженко. Дети очень яркие, очень красивые. Они повзрослели за этот год. Много чему научились. И сегодня вы как раз увидите концерт наших творческих объединений. На отчетном концерте ребята продемонстрировали яркие концертные номера. Они познакомили зрителей с чудом, которое нельзя потрогать, но можно увидеть и услышать. И чудо – это детское творчество. ПЕСНЯ Вспомнили воспитанники и о подвиге советского народа, подарившего стране победный май 45-го года. В Великой Победе они посвятили большую часть своих выступлений. Это были и трогательные танцы, и проникновенные песни, и душесчипательные стихи. Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги, в это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровные одежды убитых считали. После насыщенной концертной программы началась церемония награждения. Дипломы вручили победителям и призерам областных конкурсов. Грамотами наградили педагогов, под чутким руководством которых дети создают свои творческие номера. Благодарственные письма получили все коллективы Дома детского творчества и его выпускники. Особенно отметили выпускницу школы вожатых Екатерину Гурченкову. Июнь-июль я работала в лагере с детьми. Это очень непередаваемо, очень прекрасно. Мне понравилось. Приходите в Дом детского творчества, давайте детей, и они будут развиваться, взрослеть. Будет отлично все. После того, как свои выступления показали хореографические коллективы, вокальные коллективы, коллективы народной песни, детский театр и творческие объединения, зал отблагодарил выступающих бурными аплодисментами. Очередной отчетный концерт воспитанников Дома детского творчества стал значимым и запоминающимся событием для всех его участников. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Рысканова, Десна ТВ. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disneydefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей.